Что такое вера? Вера – это всего-навсего отсутствие знания. Человек, который знает, что такое керосин, не будет верить в него и в его волшебные свойства. Дикарь, да, действительно, он увидит прозрачную лужу, напоминающую ему воду, увидит, что она загорается, и он поверит в волшебные свойства керосина. А мы знаем, откуда эти свойства берутся, поэтому нам в это не требуется верить. Слово «любовь» – оно пригодно только внутри христианского сообщества. Устремленное и направленное наружу, оно чаще всего не имеет этого смысла. И, по мысли Павлова, религии было место в жизни, но это вот место где-то рядом с хохломской росписью, с гжельской росписью, с балалайками и сувенирными лаптями. Место это, кстати, на самом деле предельно почетно. Обсуждать особенности христианского вероучения, обсуждать вопросы грехопадения, грехоподнимания, введения или выведения, ну, мне представляется столь же абсурдным, как и обсуждать обмен веществ в бурати. А заказ там под номером пять, он содержал в себе твердокопченую колбасу, гречку и еще какие-то, и семгу. Помню, потому что каждый раз перечень продуктов очень-очень тщательно обсуждался духовенством, получающим за сливы исповеди эти свои талончики в столы заказов. Организация, которая прославилась алкоголизмом, развратностью, жадностью, стала анекдотом и притчей, почему-то она решила, что вот именно она должна учить морали. Потому что сейчас русская православная церковь находится в роли содержанки. А я не знаю, до какой степени это приятно, и к тому же тогда странны всякие истерики, потому что содержанка должна уметь выслушивать критические замечания и должна уметь сносить то, что самодостаточное существо сносить совершенно не обязано. 764 года, которые прошли с момента крещения, ознаменовались только вшами, иконками, лучинками, грязью и бесконечной покорностью. Здесь слово Божие, так называемое слово Божие, уже прозвучало и, в общем, не произвело особого впечатления. Церковь, позиционирующая себя как некая патриотическая организация, в Великую Отечественную войну, там, где появлялась возможность перейти на сторону неприятеля Советского Союза, переходила безоговорочно и, более того, то, что называется, с огоньком и воодушевлением. Это вот то, о чем я говорю, что прежде чем поцеловать попу руку, всегда задумайтесь, что он делал ей 10 минут тому назад. Но в последнее время поклонники сверхъестественных существ пытаются навязать свои взгляды на физиологию и тем миллионам людей, которые этим взглядом либо не сочувствуют, либо вообще считают их дикостью. Почему-то никто из них не идет целоваться с прокаженными, например, в лепрозории. Никто не дарит свои квартиры или автомобили бомжам. Да? По крайней мере, такие случаи науки неизвестны. Разговоры о том, что христианство является религией любви, основаны на абсолютном непонимании, незнании религии и на дикой наивности. Нет, конечно, этот предмет продавливался церковью. Церковь хотела себя всего-навсего обеспечить несколькими поколениями покупателей свечек. Потому что если вы думаете, что у церкви есть какие-то другие задачи в этой жизни, то вы ошибаетесь. Мы оказались свидетелями совершенно невероятного припадка злобы христиан. И мы обнаружили, что да, за 600-500, за тысячу лет они не изменились, что это, по сути дела, такая же экстремистская, такая же ненавидящая, такая же свирепая секта, как и была во времена Инквизиции или во время сожжения русских старообрядцев. Ничего не изменилось. Особенно, особенно бестрепетно их бог, то, что называется, работает с молодежью, как не без удовольствия повествует четвертая книга царств. Достаточно было группки деревенских мальчишек просто подшутить над кем-то из святых этого бога. И немедленно эти 42 ребенка были разорваны в клочья. Материальное благополучие, дачи в Геленджике, часики, толстые попы на Мерседесах. И, в общем, никаких других причин для существования у этой организации нет. Вот как только этот критицизм, как только этот скептицизм и умение желания анализировать становятся нормой, вот тогда боги дохнут сами.